Красота в деталях. В Щелковском историко-краеведческом музее открылась выставка ювелирного искусства. Название экспозиции – соединяющие поколения. И выбрано оно не случайно, ведь часто ювелирные изделия переходят по наследству. И даже у одной маленькой броши может быть большая история. Стоит отметить, в историко-краеведческом музее такая выставка проходит впервые. Когда распределяли выставки, мне хотелось, конечно, чтобы эта выставка была весной. Это как минимум. И как максимум, конечно, к 8 марта. Все получилось. И вот в преддверии 8 марта мы решили порадовать своих гостей, девушек, женщин, девочек вот этой выставкой. Мне особо хочется отметить, что 6 марта у нас пройдет большое мероприятие в музее. В том числе по этой выставке будут бесплатные экскурсии. Символичное то, что все работы, представленные на выставке, созданы женскими руками, шестью художницами. Каждое изделие ювелирного искусства и экспозиции неповторимо. Конечно, собрались в основном женщины. Женщины в преддверии 8 марта. Женщины, которые умеют и создают такую красоту. Свои работы на выставке представила заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России Наталья Готенбергер, чьи произведения известны во всей стране и за ее пределами, находятся в коллекциях российских и зарубежных музеев. Мы этот город любим, и поэтому мы с удовольствием приняли участие здесь. У нас тут и круг знакомых поблизости есть. И, в общем, нам это приятно очень. И главное, что тут настолько доброжелательный народ. И такие знатоки, специалисты, и очень тонко чувствующие чужие работы, и знающие, как их экспонировать. Сочетание металла и камня, стекла и бисера, миниатюрная живопись в ювелирном оформлении. В экспозиции представлены уникальные в своей красоте и форме ювелирные изделия. Столкновение ювелирки и миниатюрной живописи произошло в моем творчестве благодаря моей ученице Светлане Беловодовой, которая стала пробовать писать эту миниатюру непросто, на той основе, которая привычна Федовскина, а на камнях. Закончила строгу на вкладеление стекла. Занималась витражами, постепенно перешла на такие малые формы. Ну а в предметах, в украшениях здесь присутствуют и растительные какие-то орнаменты, и цветочные. То есть все берется от природы. Некоторые изделия можно будет и приобрести. Информацию предоставит музейный магазин. Прикоснуться к прекрасному, посетить выставку ювелирного искусства, его ценители смогут до 28 марта.